Работа этих военнослужащих всегда остается в тени. Их лица при спецоперациях всегда скрывает маска. Правда, сегодня они открыты и показывают свои навыки, приобретенные за годы службы в республиканских спецподразделениях внутренних войск МВД. Более 80 спецназовцев Казахстана приехали в Шимкент на первенство по рукопашному бою. Перед началом соревнований по традиции бойцы почтили память товарищей, которые погибли в 95-м, выполняя боевое задание на таджикско-афганской границе. «Этот год мы этими соревнованиями начинаем в Спартакеаду. В рамках Спартакеада также будут проводиться соревнования по борьбе с самбо, по пулевой стрельбе, по военному троеборью, по многоборью войска, а также по игровым видам спорта. Все будет проводиться в течение года в разных регионах республики Казахстан. Соревнования у нас проводятся, еще раз хочу повторить, традиционно, на территории Чемкентского соединения, так как все 17 военнослужащих, погибших на таджикско-афганском участке границы, служили в этой части». Возложив цветы у мемориала, участники отправились в спортзал на разминку. Уже в первом выступлении блестящую технику на татами показал шемкенский спецназовец отряда «Беркут» Сарсимбай Есемов. В нелегкой складке он одержал первую победу над астанчанином. «Мы должны быть всегда в хорошей физической форме, потому что выполняем ответственные задания. Часто в нашей профессии мы применяем силу при захвате преступников. Иначе нельзя. Нередко не оказывают сопротивления. На соревнованиях я нацелен стать первым». Республиканский чемпионат по рукопашному бою среди спецподразделений внутренних войск МВД Казахстана завершится 9 февраля. В этот же день судьи подведут итоги и объявят победителей в личном и общекомандном первенстве.